Как продать ваше видео как NFT? Я посмотрела, что такого видео нету в YouTube и решила сделать его для вас. И здесь я расскажу, как продать ваше видео или аудиофайлы и на этом заработать. Давайте выберем, к примеру, три ролика, которые мы хотим продать как невзаимозаменяемый токен. Один у нас, к примеру, мы возьмем, как создать и продать NFT на Binance за 3 минуты. Второй это Binance NFT обзор Marketplace. И третий, пускай будет 100 долларов в день на фриминтах. И заходим в наш профиль. Кстати, видео о том, как правильно заполнить свой профиль уже находится на моем канале. Ссылочку вы увидите вот здесь на экране. Заходим на главную страницу OpenSea и нажимаем кнопочку Create. Подписываем кошельком транзакцию. Далее нажимаем загрузить и выбираем видео. К примеру, возьмем видео, как создать NFT за 3 минуты. Добавляем ему имя. Я скопировала с моего видео. Вставляем ссылочку. Здесь может быть ссылка на ваш YouTube, либо же на сайт, либо же на социальные сети. И ниже пишем описание нашей NFT-шки. Ниже можем выбрать коллекцию, которой хотим отнести видео. Или оставить поле пустым. Для чего расскажу в конце видео. Вкладка Unlockable Content – это тот контент, который разблокируется только владельцу предмета NFT. То есть вы сюда можете добавить любую скрытую информацию, если простыми словами. При активации этой функции появляется текстовое поле для ввода любого текста, ссылки, кода и так далее. В Supply ставим количество 100 штук и выбираем Blockchain Polygon. Далее нажимаем Create. Создаем нашу NFT. Почти готово. Тут нам нужно пройти капчу. И поздравляю, вы создали первое видео NFT. Поставим на продажу его немножко позже, когда создадим еще два. Ниже видно описание. Описание коллекции и далее это NFT. Поставим на продажу следующее видео. Проделаем все те же действия. Добавляем видео, название. Вставим ссылку. Запишем описание видео и поле коллекции пока что ставим пустую. Можем поставить также для примера уровни. К примеру, напишем NFT-видео. И поставим 3 из 5. Указываем количество 100 штук и выбираем сетку полигона. Нажимаем кнопочку Create. Ура! Вторая наша NFT-шка с видео создана. Ниже отображаются теперь уровни, которые мы добавили. 3 из 5. Это как параметр, к примеру, важности. То есть по важности это третье из 5 видео. Нажимаем снова Create и добавляем третье наше видео. Загружаем файл. Делаем название, описание. Вставляем ссылки и добавляем еще раз уровни. Очень часто эти уровни можно увидеть в NFT-шках, которые относятся к Play to Earn. Здесь мы поставим 5 из 5, то есть как будто это самое важное видео с этой коллекции. Если мы хотим поставить галочку Sensitive Content, то есть этот контент, который могут просматривать лица после 18 лет, то наша фотография не будет отображаться как фотка, а здесь будет стоять знак вопроса, если человек зашел, у которого возраст ниже. Это сделано для того, чтобы уберечь несовершеннолетних от разных пошлостей и так далее. Ставим количество 100 штук и выбираем блокчейн полигона. Нажимаем кнопочку Create и снова проходим капочку. Все, наша NFT-шка создана. Здесь каждый человек может увидеть описание, уровень и детали этого видео. Переходим в профиль. Мы нажимаем на NFT, который хотим поставить на продажу, для того, чтобы его залистить, другими словами. Листинг – это когда мы ставим что-то на продажу. Также важная заметка. Вы можете делать изменения своих NFT только до тех пор, пока не продали или не отправили кому-то первый раз эту NFT. Дальше вы уже не сможете ее редактировать. Давайте на примере исправлю уровни для того, чтобы показать, что эту NFT, пока я ее не выставил на продажу, я могу отредактировать. К примеру, я хочу поставить важность этой NFT-шки 2 из 5. Сохраняю, нажимаю Submit Changes и перехожу обратно в профиль. Давайте теперь зайдем в мои коллекции и создадим специально коллекцию, куда мы добавим все наши видео NFT-шки. Для этого в профиль нажимаем My Collections, нажимаем Create Collection, вставляем фото, баннер и пишем название коллекции. Здесь у меня фотка чуть не соответствует нужному параметру изображения на баннере, поэтому она немного растянется. Но вы просто можете подредактировать под необходимый размер, для того, чтобы все это выглядело красиво и аккуратно. И добавляем название коллекции. Помимо названия, также можем сделать ссылочку теми словами, которые хотим ее видеть. Например, я сделаю NFT Blondie Chain. Название коллекции также должно быть уникальным. Пишем описание. Сделаю это коротко, для того, чтобы не затягивать видео. Но здесь вы можете разгуляться и написать целых тысячу знаков или букв. Добавляем категорию. На примере выберу Utility. Можно здесь добавить музыку, фотографии и так далее. К чему относится ваша NFT. И можно добавить ссылки на соцсети. Ниже выбираю сеть полигона. И можно выбрать, с каким видом будут отображаться данные NFT. То есть, как они будут показываться пользователю, который заходит на мою коллекцию. Нажимаем кнопочку Save. И подписываем транзакцию кошельком. Все, коллекция создалась во вкладке My Collections. Заходим, чтобы проверить. Здесь можем увидеть, какое количество единиц у нас будет, какое количество овнеров, сколько у нас объем торгов, Total Volume и Floor Price. Это самая низкая цена, за которую была продана NFT. Для того, чтобы добавить наши NFT, заходим в профиль. Ищем нужную нам NFT. Возьмем первую. Нажимаем на вкладку Edit, то есть изменить. И вот здесь выбираем во вкладке коллекция нужную нам коллекцию. Теперь нажимаем Сохранить изменения. Переходим обратно в профиль и проделаем это с двумя другими NFT. Изменить, выбрать нужную коллекцию и сохранить изменения. Все достаточно просто. Рядом с кнопкой Сохранить изменения также есть кнопка Удалить вашу NFT. И последняя самая важная функция, которую мы рассмотрим в этом видео, это, конечно же, поставить эту NFT на продажу. Для этого нажимаем кнопку Sell. Здесь мы можем указать количество. Я поставлю, например, 100 штук. Поскольку я при создании выбирала 100 штук, то я могу максимум поставить как раз и 100 штук. Вы можете на продажу поставить даже одну единицу. Не имеет значения, все зависит от вашего желания. Дальше указываем стоимость. Но важно заметить, что ниже 5 долларов, к сожалению, выставить стоимость на продажу не получится. Это не позволено платформой. Ниже автоматом стоит продажа этой NFT на протяжении 6 месяцев. Но здесь мы можем изменить на месяц, на два, на сколько угодно. И дальше нажимаем Complete Listing. То есть заканчиваем публикацию на продажу нашей NFT. Подписываем транзакцию кошельком. Это мы сделали предварительный approve, то есть разрешение на взаимодействие с кошельком с эфиром. И дальше еще раз ставим подпись для того, чтобы подтвердить листинг. Нам необходимо два раза подписать транзакции, но за это не взимается оплата. Теперь мы видим, что наша NFT находится на продаже. Можем посмотреть описание, в какой коллекции она находится, детали NFT, предложения, которые были оставлены и всю историю. Mint, листинг, кто когда купил. Переходим на вторую NFT и также ее листим, то есть ставим на продажу. Здесь также все те пункты, которые мы уже прошли. Мы можем выставить цену, количество, длительность, то есть период продажи и выставляем ее на листинг. Так, подписываем approve. Обратите внимание, что approve уже не нужен, поскольку мы один раз его сделали. Все, что нам нужно, это один раз подписать, то есть подтвердить кошельком то, что мы хотим залистить нашу NFT. Теперь она стоит на продаже. Переходим к третьей. Нажимаем закончить листинг, делаем подпись кошельком и поздравляю, все наши три NFT теперь находятся на продаже. И тем более они находятся в одной коллекции. Когда мы заходим на коллекцию, мы теперь можем увидеть, что у нас находятся три единицы NFT в одной коллекции. Также указано, что здесь можно разблокировать контент, то есть при покупке у вас откроется ссылка на секретный контент. Также указано количество, сколько было просмотров в NFT. Вы можете увидеть, что сейчас один просмотр, а это мой просмотр, потому что я ее только что создала, на нее же и кликнула. Переходим на главную страницу OpenSea и в объем по поиску Blondie Chain. Мы можем увидеть все NFT, которые связаны с моим названием Blondie Chain. И вот мы нашли эту коллекцию, которую только что создали. Нажимаем Buy Now. Я вам покажу на примере, как приобрести NFT. Нажимаем согласиться и подписать, для того, чтобы была возможность ее купить. Здесь у нас указываются детали. Нужно нажать галочку, что мы соглашаемся со всем, что прописано. И нажимаем Complete Pro-Share, то есть закончить оплату. Подписываем кошельком Approve. Подписываем кошельком снятие средств за данную NFT. Немножко нужно подождать. И все. Мы видим, что мы купили NFT за 10 долларов и теперь можем выставить ее на продажу. Теперь она наша, мы можем делать с ней все, что хотим. И помимо этого, теперь мы как собственник можем перейти на скрытый контент и открыть ссылку, которая находилась внутри NFT. И можем сразу же после приобретения выставить ее на продажу. К примеру, мы купили какую-то единицу NFT, чтобы сразу ее перепродать. Ставим дату 6 месяцев. Ходим ее продать 10 раз дороже, к примеру. Подписываем кошельком и все. Теперь эта NFT стоит у нас на продаже. Подписываем кошельком Approve, после чего делаем Confirm Listing. То есть подтверждаем листинг данной NFT. Все. Получается, мы поставили купленную нашу NFT в 10 раз дороже и ждем теперь своего покупателя. А если у вас, как у владельца, приобрели NFT, то на почту придет вот такое вот письмо счастья, что поздравляем, ваша NFT была продана. И дальше вы можете перейти на ссылочку, посмотреть где, кто, как купил, в который час и так далее. Все подробности указаны на OpenSea. Ну что, надеюсь, это видео было безумно полезным для вас. Обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и найдешь много интересного контента. До скорой встречи, ваши блонди.